привет друзья с вами татьяна пока мы тут не навели свои порядки хочу показать вам квартиру которой мы остановились мы находимся во флоренции италия тоскана вот смотрите какой у нас прекрасный номер в апартаментах это прихожая и гостиная и кухня в общем здесь такая многофункциональная комната и такая маленькая кухонька здесь все есть вот этот вход кухня здесь есть газ есть посудомоечная машина вот она мусорка ну как обычно здесь есть посуда нам хватит и даже можно основательно готовить все очень аккуратненько наши вещи такая здесь тумбочка салфеточками вот такой диван но мы на нем будем только сидеть есть еще маленькая спаленка так это кондиционер и думаю и обогреватель тут есть вот такое окошко сейчас посмотрим куда она ведет я еще сама не выглядывала вид конечно не очень глухая стена ничего больше не видно но зато расположение замечательное мы находимся рядом с палаццо пити это такой дворец там классные старинные картины произведения искусства скульптуры в общем такое хорошее место оттуда я не могу уйти за час за два мне нужно но очень но очень много времени чтобы все осмотреть вот получается у нас здесь два окошко есть холодильник работающий работающий телевизор так а вот кондиционер это наверно обогреватель в общем я темная девчонки такой стул с стульями чего особенного контакты нам оставили здесь есть вай-фай такое украшение стола так что здесь интересное а вот интересно вот это балка мы находимся в старинном доме и здесь почти все аутентичное так что вот такая квартирка сейчас пойдем посмотрим спальню в общем вот этот вход нас ведет такую мини-кухню сюда-сюда вот идем спальню очень маленькая уютная такими картинами из музея дворца пити это очень видите какая знаменитая картина и что мне понравилось что картинка нас не обманула как на фото так и в реальности здесь каждому по два полотенца одно уже куда-то убежал наверно муж взял так вот так полотенечки такие здесь подушки ну в общем милые тумбочки ведь такой техники обработанная мне очень нравится надо попробовать сама что-то старое переделать классно нравится такая маленькая не фото с этой спальни идет дверь маленькую гардеробную хотя двери нету здесь просто шторы висят так хозяйка нам сказала что вот она я на низком ходу замученная ночь не спала вот это наша будет вешалка сюда заходить ой то есть пользоваться гардеробом нельзя в общем такое милое уютное местечко все чистенько аккуратно эти картины мне понравились она давайте ближе посмотрим я помню когда была прошлый раз я фотографировала эти фрагменты такие ангелочки класс здесь вот какая милота девочка вы бы оформили свою спальню вот такими фрагментами картину что мне еще нравится вот смотрите сколько окон такая маленькая комната практически даже не знаю сколько может быть здесь квадрату наверно 25 и в каждой комнате есть по окошку и даже в ванной вот это ванная комната по итальянски баню называется девочки глянем что здесь ну в общем вот такая раковина так это опять я так возле зеркало вот такая полочка крючочки фен есть так вот за загородкой у нас туалет и душевая нагреватель и машинка то есть вот это все чисто и здесь же тоже есть окошко давайте откроем куда она ведет ну нет опять стена и кусочек неба итальянского чуть-чуть буквально вот там она ну в общем на три дня предостаточно все есть можно даже готовить кровать тоже хорошая я уже попробовала мягкая в меру жесткая в общем комфортная скажем так вот такое у нас жилье на три дня в флоренции кто был во флоренции скажите как вы жили попадались ли вам хорошие квартиры или не очень нам один раз попалась квартира два года назад где было не очень хорошая кровать но вы конечно помучились но в этот раз это была удачная покупка аренды этих апартаментов ну вот такое пространство напишите мне и тут кстати балка тоже это идет видите она идет в этой комнате и этой классно спальня мне больше всего нравится так подобраны то но все эти картины как я люблю рисовать поэтому не манят манят эти картины девчонки происходили ли с вами случались ли с вами какие-то забавные случаи путешествия расскажите повеселимся повспоминаем вместе привет я красная успела сгореть на солнце мы ходили не наверное где-то часа два гуляли по флоренции сумками с тяжелыми поели мороженое в желатто в желатерии взяли мороженое вкусное фисташковое и ореховое в общем посидели в тенечке на флоренских улочках отдохнули покушали мороженое пошли дальше прошли уфицы посмотрели сколько там много туристов понаблюдали за всеми в общем такое прекрасный день был все замечательно прилетели хорошо не было никаких эксцессов на таможне правда мне в мюнхене пришлось вспомнить немецкий язык немножко я ему просчитала до десяти смеялся так он спросил сколько вы будете дней я от неожиданности растерялась начала считать ой господи смешная ситуация была такой дядька юморной попался и говорит раз два три 4 5 мне в ответ такой забавный случай произошел у меня в мюнхене на доможне ну вот мои хорошие комментируйте как вам понравилась наша квартира на три дня во флоренции расскажите где вы были по флоренции в каких местах возможно вы посоветуете что-то что я еще не знаю новенькие подписывайтесь будет интересно пока пока с вами татьяна из флоренции ждите следующих видео будем ходить по магазинам но вот уже теперь пока пока до новых видео пока пока